Сергей, хотел бы процитировать президента Украины Владимира Зеленского в его интервью Reuters. Он сказал следующее. В этом проблема. Он промывал людям мозг, и мозг промыли ему. Он, имеется в виду Путин, находится в информационном пузыре в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого уничтожить тебя. И ты не можешь на сегодня найти здесь справедливый диалог. О чем говорит Зеленский? О том, что и Путин промывает голову россиянам, и в то же время Путину промыли мозги. И его вертикаль, как вы и говорите, в советское время, ему доносят не совсем реальные события, те, что происходят на фронте. Как вы читаете, Сергей, насколько Путин не в параллельном, не в этом мире, насколько он живет в параллельной реальности. И вот Зеленский говорит, что все, что может изменить эту Россию при Путине, это Путина вынесут ногами вперед. Вот может ли что-то при Путина измениться? Путин вечен. Путин, он, как и полагается, на русском престоле получил власть от Бога, потому что иначе просто не бывает. Поэтому, собственно, и народ за него настолько. И Путин – это человек, который безупречно совершенно осведомлен абсолютно обо всем происходящем в стране. Он регулярно общается с людьми. Он каждый раз, когда подходит к ним на дистанции рукопожатия, он первое время не может с ними разговаривать, потому что они делают с ним селфи, они его хватают за рукав, они ему валятся в ноги, они ему кричат, Владимир Владимирович, спасибо, вы лучший, без вас Россия пропадет. Но он, в конце концов, садится в машину, едет дальше, он опять выходит из машины. Опять восторженная толпа, какие-то мамы, какие-то дети, все это с визгами, с криками. Вот он в Дагестан ездил какое-то время назад, опять то же самое. Ну, хорошо, мужики так или иначе сдержались, но тетки-то, они же все верещали, они же визжали от восторга, они были счастливы, что они постояли рядом со святым, который вот канонизирован будет со дня на день, сегодня сошел на землю из своего лимузина. И у Путина до этого тоже были попытки поговорить с людьми. Вот когда он ехал, например, на трех желтых калинах, будучи еще вице-премьером, премьер-министром, когда он общался с дальнобойщиками, все дальнобойщики в звании не ниже подполковника полковника, все ему говорили, что Владимир Владимирович, Родина вас не забудет, мы без вас никак, отец родной. То есть каждый раз попытка замерить настроение, получить какой-то социологический средств, некую репрезентативность выборки, убеждала Путина в том, что он великолепен, он блистателен, он все прекрасно знает. И когда ему не хватало каких-то вот точных совершенно данных, он открывает папочку на столе, там написано, что уровень жизни номер один на планете Земля. Экономика номер один на планете Земля. Люди счастливы, девать деньги некуда. У всех квартиры, у всех выплачены ипотеки, все ездят на иномарках. С утра до ночи пытаются прорваться в Крым, отдохнуть. Ну, просто такое популярное место, что приходится как-то там подождать. Но в целом, прекрасно. Люди, правда, немножко неблагодарны, но он так уж и быть, силу своего величия, готов это вытянуть. Поэтому Путин прекрасно знает, что происходит в стране. Он прекрасно знает, что происходит на его личной войне. Он, если надо, всегда может заехать в дом престарелых, в штаб, например, в группировку южных войск и там с этими дедушками, брюхатенькими, поговорить. Они ему точно так же у карты честно все расскажут. Поэтому Путин – это человек очень осведомленный, очень компетентный, ни на секунду не отстающий от реальности жизни. Влиятельное итальянское издание Corriere della Serra, оно говорит следующее, что Российская Федерация должна распасться, развалиться, как и Советский Союз. Почему? Они говорят, потому что, как и Советский Союз, пытался влиять и действовать на всех континентах. И то же самое делает сейчас Российская Федерация, и ее просто не хватит. Да, там много говорят о том, что вот санкции Запада, они, можно так сказать, игрушечные, потому что они могли бы быть куда сильнее, чем они есть. Но мы понимаем, что деньги не пахнут даже для партнеров Украины в этой войне. Но все же, как вы считаете, реально ли то, что Россию может сдать судьба СССР? И если да, то где этот год или десятилетие, когда вот судьба СССР повторится? Итальянцы, они совершенно не представляют себе, что такое Россия, как это выглядит, когда разговариваешь с иностранцами, и когда ты им говоришь, что вы знаете, что такое зима? Он говорит, конечно, мы знаем. Он говорит, что вы? А вы знаете, что такое снег? Он говорит, да, мы видели. Вот мы как-то открывали морозилку, а там вот снег. Мы совершенно точно знаем, что такое зима. Вот, например, японцы, когда они пытаются сделать шипованную зимнюю резину, как они там, та же самая компания, Бридж Стоун, они ездят, в том числе, в Финляндию на полигон. Но у них самая плохая в мире шипованная зимняя резина, потому что они понятия не имеют, что такое зима. Но они ездили, они смотрели, они даже пальцем трогали снег. Когда западные люди, люди цивилизованные, люди тем более из страны вечного праздника, те же самые итальянцы, пытаются определить Россию и понять предел ее возможностей, они верят на свой аршин. Ведь на сегодняшний день Италия, это страна, которая с экономикой получила совершенно невероятную пробоину ниже Ватерлинии. И они понимают каждый день всей страной, смотря сводки индекс Доу Джонса и понимая котировки своего главного гиганта промышленного фиата, падающие вниз в пропасть, осознавая, что, в общем-то, коллапс, который уже был по другим отраслям, ведь это же в Италии, на улицах лежали в ковид-трупы, которых некуда было убирать. И это все на фоне общего экономического спада. И они понимают, что, в принципе, вот она история страны, заканчивается сейчас, несмотря на всю великую предысторию древнего Рима, которая буквально вот-вот оборвется. Россия — страна, прозябающая всегда, всегда нищая, всегда валяющаяся в ногах у Запада, всегда недоедающая, всегда с убогим населением, которое, если надо, одеваешь серые шинели, бросаешь на колючую проволоку под танки в газовую камеру, и она идет. И с точки зрения итальянца, жизнь заканчивается, когда он смотрит котировки в газете и понимает, что за этим стоит. Итальянцы, они вообще в этом отношении очень сильно отличаются от русских. Итальянец, например, стандартный, обычный, с которым ты можешь поговорить на улице, это человек, который, когда из поликлиники получает анализ крови, он совершенно точно знает каждую цифру своего гемоглобита. В России нет человека, который понимает, что это такое. Он сдал анализы, а потом идет к врачу, врач ему говорит, «Эй, голубчик, вы знаете, вам, кажется, с холестерином пора завязывать, вы, наверное, любите то, что вам не положено». Итальянец это про себя знает. Итальянец по-другому реагирует, он по-другому осведомлен, и конец света для него выглядит иначе. В России конец света, ну, знаете, это по анекдоту, межконтинентальная баллистическая ракета «Сызрань». При попадании в любой город она превращает его в «Сызрань». Потому что «Сызрань» — это уже следующий анекдот. Это тот город, в котором о Третьей мировой не узнали. То, что пиздачно за окном меняется. И когда иностранцы, немцы те же самые, французы, Макрон, итальянцы, они всерьез рассуждают, как пикейные жилеты о том, что Черноморск объявляет вольным городом, «Чимберлен» — это голова, а Россия скоро падет. Россия, в их понимании, она на ладан дышит. А Россия, с точки зрения внутреннего самоощущения, это страна, в которой не произошло ничего. Какой кризис? Где-то что-то кончилось? Ну и что, что соседи передохли? Ну и что, что ковидом выкосило? Ну и что, что мужики на войну ушли и не вернулись? Что изменилось-то? За окном та же самая картинка. То же самое, что было 100 лет тому назад, 200 лет тому назад. Вот посмотреть любые фотографии современной России, непонятно же, когда они сделаны, в 21 веке или в 19 веке, потому что ничего не меняется. И когда любая западная пресса рассуждает о том, что Россия современная распадется, да, есть подоплека, она несколько не та. Збигнев-Бжезинский говорил, что Советский Союз распадется на четыре независимых страны. Будет Дальневосточная республика, будет некая Центральная республика, будет Европейская, вот то, что княжество в Москве, и будет Южная Подбрюшья. Ну, естественно, это то, что непосредственно сама Россия без то же самое стран Балтии, которые, естественно, уходят в Украину, Беларусь и так далее. Молдову понятно, что они уходят, вот автономные республики. То, что составляет ядро русского мира. Развалится на четыре части. Причем Збигнев-Бжезинский, он, конечно, апеллировал временными категориями другой эпохи и полагал, что на это уйдет 100 лет. Геополитические процессы сейчас ускорились, поэтому, конечно, это произойдет уже на нашем веку. Но Россия развалится не потому, что она, посягая на весь мир, натягиваясь с собой на глобус, в какой-то момент надорвется, потому что ее не хватит. В чем притязание России? Она же не собирается вкладываться в экономику других стран, с которыми она как-то претендует на некое главенствие, на некую попытку ее колено преклонено к себе, к ноге вот так вот взять, ткнуть и сказать, ты у меня здесь, ну-ка сиди, команда, фу. Нет такого. Россия, мы видим сейчас, она по всему миру, например, позволяет себе диверсии. Наемники ездят, и то устраивают какие-то драки, скандалы с активистами, политическими оппонентами, то взрывают, сжигают склады, как начали там в 2014 году, например, в Чехии, то же самое Петров и Баширов взорвали склад с боеприпасами, а вся Европа умылась и сказала, ну, это внутреннее чешское дело. Россия в этом отношении, она действительно во всем мире находится в состоянии контакта, но она не собирается вкладывать деньги, она собирается потратить деньги на диверсии, для того, чтобы убивать, для того, чтобы взрывать, для того, чтобы травить, для того, чтобы ломать, для того, чтобы портить. Что, на это не хватит Россию? Кстати, на это даже Ирана хватает. На это и Ливии хватало, которая могла себе позволять то же самое, будучи при этом, конечно, потенциально гораздо скромнее, меньше и не такой злой, как Россия. Поэтому российское величие, российское присутствие, российское участие в жизни других стран, оно неконструктивное. Это не школы открывать, в библиотеке строить не университеты. Это диверсия, это терроризм, это испуг, это присутствие русских, когда слово «русский» означает, что тебя боятся. Ты выходишь на улицу любого цивилизованного города, руки в боки и кричаешь «я русский», и после этого все разбегаются. Потому что страшнее русского на самом деле на сегодняшний день никого нет. Скажи, что ты иранец, ну, тебя похлопают, ну, еще скажут, ну, бедный, ну, не повезло. Русский — это страшно. На это не хватит России. Хватит. Но при этом Россия развалится. Не там, где ждут. Потому что с точки зрения благополучного, сытого, теплого, согретого, вечно веселого, пляшущего и ожидающего улыбок от жизни итальянца в России то, что сейчас происходит, уже на жизнь не похоже. Но Россия до сих пор не развалилась. И любые прогнозы, которые так или иначе определяют, что Россия через какое-то время надорвется, Россия ни в чем не надорвется. Уж в зле своем уж точно не надорвется. И умрет она совершенно по другим причинам, но точно развалится, как Збигнен Бжезинский это описал в своих статьях. А вот Сергей, ну а что тогда сейчас делать? Потому что мне ситуация напоминает, знаете, когда старшеклассники, есть двоечники, гопники, которые один-два в классе, их немного. И они делают, что хотят. И вот издеваются над отличниками. И вот отличник знает, и отличники знают, что может кто-то с них и сильнее за этого гопника. И они вот умнее. Но, например, воспитание им не позволяет, потому что вот человека бить нельзя. Или там послать нельзя. Вот что тогда делать? И вот если дальше говорить о примере старшеклассников, если много отличников соберутся, тогда они могут надавать там по голове двоечнику. Есть ли такие какие-то тенденции сейчас, что вот отличники, мы говорим о западе, поймут или понимают, что вот против двоечников не можно думать о воспитании, о том, что не можно бить по территории Российской Федерации, потому что это страшно. Ну, куда более страшно, если уже и шахеды в Румынию, в НАТО падают, да, и в Польшу ракеты прилетают. Что должно случиться, чтобы вот отличники сказали, ну все, хватит? Когда в мире заканчиваются войны, когда закончилась Первая мировая? Когда в нее вступила Америка? Когда закончилась Вторая мировая? Когда в нее вступила Америка? Когда закончится нынешняя Третья мировая? Когда в нее вступит Америка? Это ответ на все вопросы. Вот когда Америка возьмется, когда Америка войдет, когда Америка начнет участвовать, а не заниматься политическими интригами, в первую очередь адресованные своим, себе, туда, в Америке. Когда помощь Украине увязывается с какой-то колючей проволокой на границе штата Техас, когда у них есть свои внутренние противоречия, которые, тем не менее, очень больно сказываются на военных поставках для Украины. Вот когда Америка скажет, эту войну пора кончать, она кончится в течение очень короткого времени. Может быть, даже в течение одного телефонного звонка. Пока Америка это не сделает, то все остальные надежды на то, что несколько отличников отложат свои скрипочки в сторону, возьмут где-нибудь что-нибудь тяжелое и по башке стукнут гопников под воротник? Нет, это не произойдет. Произойдет только тогда, когда разговор будет даже не то, что на равных, а придет сильный просто за шкирку, оттащит в сторону, пойдет еще под зад и скажет, все, сидеть, ша, я сказал. Это я, это американское я. Все остальные, это все маневрирование, это все пикейные жилеты, которые каждый раз рассказывают о том, что Чимберлен это голова. А когда вступит Америка в войну? Потому что предпосылки к этому, ну, как-то я не вижу, потому что, вот вспоминая начало нашего разговора, визит Путина в Китай. С Си Цзиньпинем они обнимались, да, Путин ждал Си Цзиньпиня, Путин там что-то выпрашивал, взял с собой целую делегацию, чуть ли не весь Кремль туда. Да, но после этого заявления и Соединенные Штаты Америки, разведки и британские разведки, вот сейчас, что вот именно Китай предоставляет или готовится предоставить России летальное оружие для войны против Украины. Это последнее, вот что сказали Министерства обороны Великобритании. Вот как-то все санкции против Китая или все, ну, 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 от Блинкина и других в Соединенных Штатах Америки не действуют. Россия была, так или иначе, геополитически очень серьезным, очень весомым игроком. Игроков было немного. Китай вырос до уровня этого игрока, Россия давно традиционный этот игрок. И Америка, все остальные, это мелкий гарнир на тарелке, причем на соседнем столике. И для Америки чрезвычайно важно, что Путин убил Россию об стену. И нету больше той великой страны, которая геополитически себя что-то представляла. Да, толпа гопников, да, могут нагадить, могут в Чехии склад взорвать, могут в Украине, в Буче устроить совершенно гестаповскую свирепую расправу. То же самое, как в Хатыни это было. И больше ничего. Но Россия на сегодняшний день, она управляема. Она управляема гопником Путина. Россия на сегодняшний день на ладом дышит. Она вот-вот развалится, как я говорил Сбидин Бжезинский. Поэтому главный геополитический противник на планете Земля Китай на сегодняшний день вынужден отвлекаться на Россию. На нее и Америка вынуждена отвлекаться. И всем это выгодно. Поэтому в нынешней конфигурации мира Америка не вмешается, потому что ей чрезвычайно подходит. То, что Россия подставляет Китай под санкции, это позволяет американцам поднимать бровь, хмурить и говорить, а кто вам позволил, потому что наши санкции на планете Земля к обязательному исполнению подлежат немедленно всем мирам. Что вы тут себе такое? Потому что ведь китайская промышленность, китайские заводы, предприятия, они попадают в персональные санкции. Есть список Минфина, куда заносится одна фирма, вторая, третья. Некоторые из них всего-навсего беспомощные и слабенькие, но они прославились тем, что России как-то помогали что-то такое сделать. Почему не обязательно оружие, а просто так или иначе удержали на плаву какое-то производство. Особенно смешно это выглядит в автомобилестроении, где там тиражом 50 автомобилей, так или иначе, китайское соучастие моментально накрывает вот этой черной меткой присутствие китайцев в мировой экономике. Вам нельзя. Америке это выгодно. Вот она так может спокойненько под санкции подвести совершенно любого своего коммерческого конкурента. Она может совершенно спокойно ставить тот самый волчакник, за который Китаю запрещено. И Россия в данном случае, как гопник, она с одной стороны угроза для Европы, Америка далеко, а с другой стороны она большая головная боль для Китая. И поэтому Америка будет России против Китая играть очень долго, потому что Америка против Китая серьез, как геополитические враги, выстраивает очень серьезную длинновидную стратегию сначала усмирения, потом устранения. Поэтому Россию сейчас никто не тронет. И Украину, как мы с вами видим, поддерживают ровно настолько, чтобы она не проиграла. Россию ровно настолько, чтобы она не выиграла. Поэтому война остается, она прекрасно, совершенно балансирует геополитический расклад в мире. Ужасный, чудовищный, кровавый, для Украины совершенно неприемлемый и абсолютно устраивающий Америку. Вот когда, ну когда, например, так или иначе получится, что почему-то это сказывается уже на экономике Европы, Великобритании в первую очередь, а отнюдь не Германии. А заодно уже, конечно, Германии и Франции, в принципе, пожертвовать Германии, Франции и Великобритании для Америки абсолютно никакая не проблема. Уже война, что Первая мировая, что Вторая мировая прокатилась по этим странам, и потом пришла Америка, и все их из экономического коллапса вытащила, сделав процветающими. Что было с Германией в 45-м году? Что было с Великобританией после Второй мировой войны? Что было со всеми остальными? Активно поучаствовала экономика Соединенных Штатов Америки. Поэтому, в принципе, если война выплеснется, и российская армия перейдет к активным действиям при помощи китайского летального оружия, уничтожая Европу, это для Америки тоже не повод вмешиваться. Повод она придумает сама. В какой-то момент она скажет, ну, да, наверное, сейчас уже накопилось прекрасное количество спецпроектов, давайте-ка ими займемся. Что там у нас с Германией? Уже ничего, нет никакого Мерседеса, уже все, БМВ разбомбили, да, и Volkswagen не осталось. Ну, ладно, давайте, что ли, вмешаемся. Что там у нас в Англии Big Ben упал, да, и Вестминстера больше нет, и Trafalgar накрылся. Что там в Париже? И Lura не осталось. Ну, да, действительно, пожалуй, уже можно. И вот тут начнутся активные действия. Что именно для Америки станет триггером, позволяющим вмешиваться в европейскую ситуацию настолько активно, чтобы прекратить войну, мы с вами не узнаем. Вы говорите, да, о том, что даже какие-то гибридные удары по Европе могут не соизволить США вступить в войну. Во-первых, Сергей, вы не считаете, что таким образом США где-то рискует утратить понятие геополитического лидера на этой планете? И второе вот заявление, что Россия в одностороннем порядке хочет изменить морские границы с Литвой и Финляндии, это журналисты Moscow Time заметили на портале, там, где правовых актов. А также командующий Швеции опасается, это прямо говорит, что Путин хочет установить контроль над Балтийским морем. Он даже называет там несколько островов, которые при оккупации со стороны России будут полностью контролировать, извините, иметь влияние и контролировать полностью Балтийское море со стороны Российской Федерации. Вот все это, вот к чему я веду, Соединенные Штаты Америки готовы пожертвовать даже страной НАТО, чтобы ожидать, смотреть и, как вы говорите, ослабливать Россию. Политик это человек, который охотно потратит вашу жизнь во имя Розины. В данном случае Америки. Нету в Европе ни одной страны, представляющей такую великую ценность для американцев, чтобы ей нельзя было пожертвовать. Поэтому, конечно, Россия-то в данном случае, она совершенно четко отрабатывает вот свое статусное явление главного гоптинга на планете, когда каждый день все в обороте от того, что вы посмотрите, что эти русские придумали. Они сейчас и Балтию забирают, они сейчас острова возьмут, границы перепишут. Да, вот русские такие. И Европа, почему Макрон-то проснулся? Потому что он понял, что Америка не поможет. Он понял, что Америка вписываться в эту разборку не будет. Он понял, что только он единственный прозревший в состоянии сейчас, продолжая пугать Европу, собрать некую коалицию, собрать какую-то армию и начать воевать, причем желательно в Украине, потому что, когда цапог русского солдата вступит в Париж, будет уже поздно. И поскольку Америка совершенно точно дала понять, что она, конечно же, за все хорошее против всего плохого, но вмешиваться она не будет ни в коем случае. Именно это и позволило европейской политике превратиться, наконец-то, из какого-то киселя в более-менее что-то похожее, хотя бы по очертаниям, на ту же самую внешнюю политику. И когда сейчас Россия прекрасно совершенно позволяет себе запугивать, каждый день, потому что это ведь еще не все, завтра, послезавтра, мы узнаем о том, что Россия предлагает еще что-нибудь, еще опять ее что-то не устраивает. И каждый раз какие-то новые претензии то к одной стране, то к другой стране. То нужен этот самый Сувалкинский коридор, то Литва не права, то на Беларусь напали боевые литовские дроны, и Беларусь еле-еле отмахалась то ли веником, то ли половой тряпкой, то ли еще чем-то, но сбила, конечно же, дрон, у которого дальность полета 10 километров, а он долетел до Минска, до которого 200 километров. И тем не менее, это же угроза, на которую нужно отвечать. И вот каждый день провокации России, а мы помним, что, например, с провокации начинались мировые войны. Советско-финская война 1939 года началась как раз точно с такой же провокацией, когда русские поубивали своих русских и пошли за это мстить Финляндией. Поэтому эти провокации, они совершенно не безобидные, они не только политически маневрированные, они еще и с последствиями, когда Россия в какой-то момент, знаете, что называется, как вот было в Израиле, 10 раз предупреждали, а на 11 раз напали. Хамас провел 10 учений по преодолению той самой знаменитой стены. 11 оказались не учением, уже научились, они перешли в атаку и убили порядка тысячи израильтян. Вот Россия делает то же самое. Одна провокация, вторая провокация, третья провокация, четвертый бац, уже не провокация, уже третья мировая война. Россия именно так и сделает. И именно поэтому Россия держит постоянно состояние людей в нервном напряжении, когда политики с утра до ночи, а некоторые из них уже заговорили совершенно искренне, что шведы, что те же самые страны Балтии, которые начали строить линию Манергейма, потому что три министра обороны собрались вместе и сказали, а мы понимаем, что будет война, а мы точно знаем, что Россия нападет. И уже Польша понимает, что Россия нападет, и уже Польша именно поэтому просит, дайте нам ядерное оружие. Ядерное оружие в Европе ведь не только у Франции, не только у Англии. Ведь семь стран в Европе имеют у себя распортированные ядерные потенциалы Соединенных Штатов Америки. Поэтому гораздо больше точек, откуда прилетит на сдачу Россия, так что мало не покажется. И вот Польша тоже туда просится. И теперь уже и среди стран Балтии есть, те, кто раздумывают о неполучительной нам себе ядерное оружие. Почему? Потому что Америка не заступится, потому что воевать придется с Россией один на один, и Россия прекрасно понимает, какие же все слабаки. Как же можно вас всех поодиночке-то каждого унизить, отплевать и довести до истерики против Бакрона. И вы будете биться в этой истерике. Посмотрите на Олафа Шольца. Он же в принципе в памперсе выходит в микрофон, и у него памперс переполняется так каждой пресс-конференцией, потому что он в ужасе. И на него компромат. И его экономика на газопровод Уренгой-Памары-Ужгород нанизана, и никуда он не денется. А Рейн-Метал, тем не менее, является производителем оружия номер один в Европе. И на всякий случай никому его не дает. А Россия сегодня пересматривает границы. А завтра она намечает, островочек, пожалуйста, заверните, мы тут с него начнем балцию контролировать. А послезавтра, как мы помним, тараканища сказала, вы, деток, пожалуйста, своих принесите, я их кушать буду. Вы помните реакцию зверей? Звери заплакали, потому что детей было жалко, но тараканища сказал принести, и звери были готовы к тому, что принесут. Это пока просто тараканища просто бац, и вы помните, чем все кончилось с тараканищем. Выяснилось, что не так уж он и опасен. Европа пока, кроме Макрона, об этом не знает, что с тараканищем надо по-другому. Америка за всем этим наблюдает совершенно спокойно, потому что, когда вся Европа лежала в руинах, у Америки был готовый план финансового оздоровления каждой страны в отдельности. И получилась Германия, которая из войны, из коллапса войны, из разрухи вылезла в течение первой же пятилетки, в отличие от Советского Союза, он тоже вылез, но не так быстро. Япония из руинов возродилась, Израиль как государство через какое-то время бац, и получил тоже огромное количество возможностей для роста. Корея превратилась в государство, не говоря уже обо всяких там Франциях, Испаниях, Австриях и прочих государствах, и та же самая Италия, которая тоже получила. Какой был послевоенный расцвет Италии? Жигули стали тем самым фиатом перелицованным, потому что Италия после войны была могучая как никогда. С чего бы вдруг проиграв-то эту самую войну? Потому что Америка вмешалась и расставила всех по своим местам, сказала, ребята, а вот теперь будет вот так. Но она перед этим пожертвовала Европой. Она на этом зарабатывала. И у Генри Форда, у него в кабинете был портрет Гитлера. Генри Форд был спонсором НСДАП. Гитлер был очень признателен Генри Форду за то, что он финансировал его партию. Если бы не Генри Форд, то вполне возможно, что фашизма в Германии бы не было. Европа проснется и успеет ли проснуться до того, как на себе ощутит удары России? Это будет до или после ударов? Европа, конечно же, проспит. И ни в коем случае не проснется вовремя. У Европы вообще, в принципе, у нее очень замедленная реакция. 1939 год, 1939. Открываем учебник на любой странице в отношении любой страны и читаем, что именно они делали. Они все знали, они все видели, они все понимали, какой был результат. Они все вляпались. Многие насмерть, некоторые с потерями, но, по крайней мере, нелетальный исход. Ну, за исключением Швейцарии, до которой просто руки, что называется, не дошли. Если бы дошли, то ей бы тоже был бы конец, потому что никаких договоров в то время уже не действовали. Европа все проспит. Вот на сегодняшний день, например, Россия, она в открытую проводит ядерное учение, Европа видит, и она же не знает, это учение или нет. Вот, розовые очечки нужно снимать и понимать, что на самом деле происходит. И вот, как вы сказали о гемоглобине и Италии, что на этом и кончается вся тревожность в Европе. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Правительство России опубликовало, а потом удалило проект восстановления о пересмотре границ в Балтийском море. Что это было такое? Это какая-то, знаете, нелепая ошибка, которая может случиться и, в принципе, за период войны. Мы таких ошибок навидались. Вот даже в американской разведке бывали разные случаи. Вот, но тут как бы когда речь идет о России и когда речь идет о провокации Альянса, ну, есть сомнения, что это была ошибка. В общем-то, прощупывание. С другой стороны, Россия, это не готова к войне. И Альянс НАТО, я думаю, это тоже прекрасно понимает. Что это было, по вашему мнению? Ну, мне кажется, что вообще, наверное, Владимир Путин с его окружением, они делают все возможное, чтобы помочь блоку НАТО активно расширяться. Благодаря их, в кавычках, усилиям и действиям блок НАТО приблизился, и еще две страны на границах с Россией стали странными-участницами блока НАТО и вполне реалистично обсуждают планы по размещению у себя и ядерного оружия, и другого очень серьезного вооружения, которое, конечно же, представляет угрозу для Кремля, для Москвы, и расстояние пролета ракет теперь с места базирования до Кремля, оно резко сократилось. Поэтому, ну, очевидно, что, видимо, у Путина и у руководства Минобороны, раз они такое выбрасывают, у них есть задача как можно сильнее спровоцировать блок НАТО с тем, чтобы они как можно больше вооружили прибалтийские страны и скандинавские страны вооружением, подготовили и были отработаны планы на случай, если. Ну, может быть, это так, может быть, действительно, Путин в чем-то подыгрывает НАТО и, с одной стороны, на риторике вроде бы как против Запада, а по сути дела, если мы смотрим КПА и его действия и результативность, то, в общем, он, конечно, здесь помог НАТО существенно расшириться и усилиться. Ну, а если, конечно, убрать в сторону легкую иронию и сарказм, мне кажется, что сейчас там и по линии Минобороны, и по линии российской власти такой тени-толканье. Существует несколько разных групп влияния. Одни требуют задержания Суровикина и проведения полноценного расследования в вооруженном мятеже. Другие, как Мантуров, Чемезов, Кириенко, пытаются наоборот Суровикина отмазать и обратно вернуть его в армию для каких-то своих целей. В общем, поэтому вполне возможно, что кто-то из них решил какую-то сделать внутреннюю провокацию с тем, чтобы подергать тигра за усы, каким-то образом позлить НАТО, ну и, наверное, добиться, чтобы еще больше вооружения было привезено и поставлено на границе с Россией и был поставлен заслон. Ну, в общем, по-другому объяснить их действия, конечно же, просто невозможно. Китай на это все как смотрит? Он, в принципе, руки потирает еще и глядя на то, как оружие приближается к российской территории и, в принципе, понимая положение России в этом отношении. И хотелось бы действительно вот эти отношения как-то раскрыть, может быть, со стороны именно российской, то есть со стороны Путина, окружения, то есть как они рассматривают это сближение, потому что как бы не то, чтобы принято, но месседж как бы в информационном поле такой, что Путин становится вассалом, что Россия очень сильно зависима от Китая и будет продолжать увеличивать эту зависимость, но с другой стороны мы видим, что пока что Китай абсолютно никак не влияет на войну в контексте ее завершения, то есть он только ее разжигает, вот постоянно обновляются какие-то сообщения о том, что вроде бы помогает, вроде бы не помогает, хотя сам Китай достаточно резко отвечает на это все и говорит, что друзья, меня сюда в эту историю не приписывайте, я ничего не помогаю, я торгую как могу, как принято и в общем-то отстаньте от меня, но мы видим, что его участие ну не можно не заметить, как вы могли бы это прокомментировать? Ну конечно Китай финансирует эту войну, Китаю это выгодно, они скупают за бесценок по дешевке российские ресурсы, им это очень выгодно, и они дают огромные колоссальные денежные средства Путину для того, чтобы Путин мог продолжать воевать. Я думаю, что здесь Китай, вот вы изначально задавали вопрос, как Китай на это смотрит, а Китай не смотрит, они не находятся здесь в пассивной позиции, они находятся в активной позиции, они прекрасно понимали, куда все идет, они понимали, что происходит с Путиным, в чем-то его поддерживали, в чем-то его подбадривали с тем, чтобы он влез вот в эту самую ситуацию. В отличие от Путина, в Китае очень сильная аналитика, и они просчитывают все на много ходов вперед, а не только на следующие там пять дней и победный марш по Крещатику с танками и БТРами с Георгиевской ленточкой. они прекрасно понимали, что Путин влезет в долгоиграющую войну, что Запад, США, Европа, конечно же, будут поддерживать молодую демократичную страну и не отдадут на съедение Украину, Россию. Для них это все отлично, потому что Путин лишился огромного количества рынков в Европе, в США, огромное количество российских компаний попали под санкции, самые масштабные за всю историю санкции введены сейчас против путинского режима. В этих условиях а что делать Путину? Что они могут производить ценного, что покупают другие страны? Самая большая ценность сегодня России это просто такая кормовая база, они предоставляют дешевые нефть, газ, металлы. Поэтому если бы не было вот этой ситуации, то Китаю стратегически нужно было бы это придумать. И конечно же Китай сегодня главный, основной покупатель российских ресурсов. Конечно, не единственный, но как минимум основной. Поэтому их эта ситуация будет продолжать устраивать. Гибнут не китайцы, а гибнут какие-то россияне, какие-то украинцы, далекие от них за тысячи километров. А стоимость нефти, газа и металлов российских существенно ниже, чем из каких-то других стран. ну вот они на этом еще больше зарабатывают. Конечно же, они заинтересованы в том, чтобы все-таки Путин перестал заниматься бредом и перестал бряцать ядерным оружием, большая часть из которого уже там давно сгнили и которое нужно утилизировать во многих шахтах. Вот ядерное оружие это очень чувствительный момент и для Запада и для Китая, потому что никто не хочет, чтобы началась Третья мировая война и в целом на рынке каждый раз вот эта риторика про угрозу ядерной войны влияет очень негативно, а значит теряют и американские, европейские и китайские компании. Поэтому здесь они согласовали, к ним приезжал в прошлом году Сергей Шойгу, китайские военачальники, посмотрев на него и посмотрев аналитику, которую собрали китайские разведслужбы, они поняли, что с этим жульем и ворьем им неэтично вместе встречаться, фотографироваться и жать руки. Они об этом свою позицию сказали руководству Китая, господин Си позвонил Путину и поэтому Путин накануне своей поездки в Китай как раз на основе той информации, которая была, использовал это и для внутренней политики, и для внешней, чтобы показать Китаю, что они настроены на решительную борьбу с коррупцией, что они тоже будут и могут не менее решительно бороться с коррупционерами, как это делают в Китае. Вот такая ситуация. И они, конечно, согласовали Белоусову, потому что Белоусов, ныне министр обороны на Российской Федерации, это человек, который возглавлял с российской стороны комиссию по инвестиционному сотрудничеству. А как известно, именно деньги правят миром, и, соответственно, те, кто курирует финансовые потоки в Китае и взаимодействовали с Белоусом, они как раз и принимают ключевые решения. Поэтому они его согласовали, им нужно, чтобы экономист, адекватный человек, который чётко знает, где настоящий, сильный мир и сего, и они точно не в Кремле, чтобы он держал руку на пульсе, и вдруг, если вдруг диктатор в очередной раз будет одержим очередным приступом злобы и начнёт нажимать на какие-то непонятные ему красные кнопки и по телефону отдавать какие-то непонятные приказы, Китаю нужно, чтобы была гарантия, что ничего подобного не взлетит, не повторится с точки зрения реализации угроз, и можно будет спокойно продолжать дальше торговать с Западом и смотреть, как Россия всё больше и больше в объятиях этого удава задыхается, санкционного, и всё за меньшие деньги будет готово заключать фьючерсные договоры, распродавая, разбазаривая, по сути дела, недр России, которые принадлежат многим поколениям, в угоду просто одному, вот этому маленькому, запутавшемуся, запуганному диктатору. Вы, кстати, вспомнили про ядерную ситуацию и положение России. Есть ли какие-то данные, которые говорят о том, в каком состоянии находится весь этот ядерный потенциал? Потому что, ну, давненько, я помню, смотрел какую-то статистику, где сравнивали ядерный потенциал американцев и россиян, и как бы сначала показали колонку количественную, ну, то есть, у кого сколько, а потом колонку, кто тратит на обслуживание сколько. Так вот, на обслуживание Россия тратила ещё тогда давно очень-очень-очень мало денег. Известно ли сейчас, как вот санкции, война повлияла на это всё? Они увеличили, как и увеличили, в общем-то, траты на войну, увеличили и деньги на обслуживание, или же в этом отношении тоже всё заброшено? Военные следствия в закрытых делах расследуют целый ряд историй, когда ракеты в буквальном смысле слова там обновлялись с помощью кисточки в шахтах с тем, чтобы были красивые фотографии вместо того, чтобы снимать их с вооружения, отправлять их железнодорожным транспортом на заводы-изготовители и обновлять, проводить надлежащее отслуживание. Огромное количество всего этого просто с переклеенными пломбами в шахтах и так далее. На самом деле в ужасном состоянии и в руководстве РВСН и 12-го ГУМО, Главного управления Министерства обороны, отвечающего за хранение ядерного оружия, они прекрасно понимают, что если действительно начнётся ядерная война, не дай бог, то большая часть ракет никуда не полетят, они будут взрываться на территории России и над самой Россией. Они прекрасно понимают, что в целом это невозможно, потому что они могут погубить сами себя и взорвать не только самих себя, но и своих детей и внуков и так далее. Всё-таки это существенный аргумент. Ну и базовое, о чём я уже говорил несколько месяцев подряд, вообще в целом ядерное оружие любой страны это стратегические секреты, самые охраняемые секреты, которые оберегают и военная разведка, и внутренняя контрразведка и так далее. Благодаря в кавычках успешной работе Цаликова, Шойгу и Иванова вокруг Минобороны было достаточно большое количество якорных подрядчиков и субподрядчиков, которые знали, что нужно от государственных контрактов платить откаты от 15 до 30 процентов от стоимости государственного контракта. И, соответственно, вот эти якорные подрядчики в какой-то момент перестали брать контракты менее 1 миллиарда рублей, потому что неинтересно и невкусно, и набирали самые дорогие контракты. Самые дорогие контракты в российской армии, конечно же, это 12-е ГУМО, конечно же, это атомные подводные лодки и их оборудование, и это РВСН. И, соответственно, к государственной тайне были допущены в обход всех регламентов и требований огромное количество тех людей, у которых не было, нет и быть не может никакой, ни третий, ни второй, ни первой формы допуска. Соответственно, эти коммерсанты в том числе готовили показательные презентации для отчета перед главнокомандующим и перед министром обороны, как они освоили очередные 5,5 миллиардов рублей и протянули, например, оптовое локно ко всем объектам 12-го ГУМО и РВСН. И, используя секретную программу Google Maps, ну, я, конечно, шучу, потроню над ними, они сделали скриншоты и на Google Maps просто там красными маркерами проводили линии откуда и куда они протягивали это оптоволокно. Соответственно, за последние полгода, особенно за последние два месяца из России уехало огромное количество тех, кто так или иначе работал с гособоронзаказом с подрядами и субподрядами. Кто-то в Дубае спрятался, кто-то в Турцию улетел, кто-то просится в Европу и в США, кто-то на Северном Кипре, там целая улица Минобороновских есть. Ну, в общем, уехало большое количество персонажей с огромным массивом данных, информации, технической документации. И если раньше ядерный щит России это была какая-то секретная история, то теперь я просто уверен, что у огромного количества разведслужб целого ряда стран, в том числе, конечно же, входящих в блок НАТО, есть огромное количество информации. И российское ядерное вооружение, ядерный щит, это такая, знаете, открытая книга, в которой НАТО точно знает, в каких местах и где хранятся изделия, где шахты, где скандеры топали, и где хранятся заряды для МИГов 31-х, Ту-22, М3 и 160-х тушек. Поэтому, если, не дай бог, конечно же, что-то такое подобное разразится, конечно же, блок НАТО будет готов действовать молниеносно, они прекрасно будут понимать, какие угрозы они должны будут устранять в первую очередь. Поэтому здесь и Китай это тоже, конечно же, понимает, и у китайских разведслужб, я просто уверен, у них-то, наверное, вообще все полностью отсканировано с учетом их доступа. Поэтому, да, конечно, они видят, что есть диктатор, который там играет какую-то роль Наполеона в палате номер 6, они с этим все культурно, вежливо смиряются, прекрасно понимают, что бизнес as usual и гораздо важнее сегодня покупать дешевый нефтегаз. Поэтому, в общем, это удобный такой марионеточный диктатор, который помогает у туземцев за бусы забирать то, что нужно цивилизации. Владимир, это была интересная беседа, я вам благодарен, что вы отвечали на мои вопросы, что уделили нам ваше время. Мирного неба над головой всем! субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,